игре в частности до 1 карта была у нас просто к этой дикая на самом деле были качели до определенного времени причем вспомни мид-гейм какая там же и створилась да тенсии на самом деле были близки чтобы перевернуть эту игру хоть и и г у нас доминировали но вот этот заход тенсии на рошана когда и г ну слишком себя поверили что они тут доминируют уже сто процентов что им тут никто не страшно сейчас все спокойненько забираем рошан там идем заканчивая течение пяти минут но не тут-то было тенсии так просто не сдаются они показывали уже на протяжении первого дня что эта команда не лыком шита что она может давать бой и до конца не сдавалась на самом деле реально было у и в джинниус все под угрозой но все-таки смогли смогли дотащить додавить и закончить игру в свою пользу вторая карта нога сирена и котл для тенсии и vent full spirit с магнусом для команды вел джинниус акса банят у нас сходу и г потому что это комбинации нога котл который дает чакру аксу и просто происходит двойная притяжка от акса это конечно жестко тенсит умеет использовать они показали это уже четвертый банк четвертый банк лига венгам магнус вот этот на второй пик конечно да необычно и неужели прям так вот я сразу когда вижу подобных персонажей сразу вижу магнуса вспоминаю про эмбер спиритон вообще в принципе забанили двух таких героев которые в принципе бафаются магнусом весьма неплохо и в отсутствии battle fury весьма хорошо по фарма идут что антимаг что джиггернаут смотрится очень хорошо в сочетании с магнусом тут стенсия согласен но вот еще эмбер спирит остается просто я вспоминаю в частности как на нем выступают некоторые игроки у его джинниус с в том числе сумаил да поэтому наверное может приоритет чуть по-другому ну ман и есть бан и посмотрим возьмут ли его эвил джинниусы знаешь как переписка смайла переводится that's male coffin нет это гроб а просто всех хранит сразу ну да на самом деле эмбер спирт очень круто смотрится но тут легионка внезапно ничего легион в харду или как или кор ну я думаю это все таки для юниверси наверное герой в лес типа ну типа лес типа оффлейн она очень кстати одна из наверно самых жестких персонажей которых фармит леса как раз с айрент эйлоном она просто их вырезает очень быстро да есть какие-то проблем будет у него на сложной линии он спокойно может идти в лес и там отфармится так но суппортик нужно для тенсии думаю прямо сейчас они его заберут support 4 5 позиции ну-ка ну смотри батрайдер котел нага это по моему их короночка пошла да ну не хватает акса говорю вот так был бы было бы конечно все очень здорово акс как жадные четвертой позиции не так спот просто комбинацию котл нага акс я поняла батрайдер тогда как мид батрайдер не знаю в оффлейн батрайдер котл котл суппорт нага керри акса какой-то жадная 4 позиция за одну жадная четверка так надо играть ладно минут остается опять тенции у нас продумают свои пики что в на предыдущей карте они очень долго думали что здесь посмотрим да может мы видим котла с талоном которая 17 минуте выйдет загоним где он просто можешь не научил как раз язык и сейчас и где-то влазит в словаря и занения подходящие слова за такое время пока он играет я думаю что его тиммейты все английские наизусть выучили и вы тиммейт в принципе на английском языке умеет разговаривать более даже если бы не знали выучили бы я про это так еще полминуты потратили по ходу походу забанили вилджениус героев нужных для tnc что акция оказался у нас что тимбер не могут выбрать или на ходу придумывают или на ходу сейчас будут что-то тестировать бх ага вот он четверочка как раз таки ну что ответка ты вилджениус ппд очень всегда любит оставлять суппорта который может игру перевернуть как винтер верно у нас на прошлой карте была пикнута таких вот суппортов любит на оставлять именно на 5 доберет какого-то кора соответственно магнус мидал наверно легионка для юниверса сейчас керри возьмет для фира или суппорта тоже долго думает что ему сделать против баунти хантера как законтрить этого персонажа как и начало прочнее отыграть на и доминирует там на второй карте между делом против lgd уже 20 эмбер спирит да кстати вот это мир спирит этот стратегий магнус эмбер она очень хорошо работает всегда этой стратегии team secret на франкфурста мейджеры на первом мейджер который был в этом году они дошли до финала они просто играли этой стратегии им никто не банил и они по колдау страна что не банили так у меня когда смотрел отборы и все остальное там было весело ну потом они в шанхае попытались это же сделать но у них еще круче получилось сначала не побрали эту стратегию что-то прошли там какую-то определенную часть турнира потом сменили просто и и на когда начали банить у них 2 стратегия вылезла так пятый бан пятый бан для evil genius кого нужно забанить за мать нужны мидера какого-то который будет мешать имбер спириту наверняка какой-то герой сайлзом опять же тот же шторм может быть очень неприятен для эмбера бы с быстрым арчидом каким-то герой сайлзом надо убрать что правильно не мешал не беру не магнусу этот бан реки мару конечно в конце вообще бы нет чтобы не реки мару вообще берут конечно но берут бомбе хантера вот шанс появления бомбе хантера больше когда еще против ложной команды есть реки мару он его все-таки отчасти как ты контрит но я не думаю что и вилджиниус спряток планировали брать сейчас реки у них вариантов на самом деле много да хоть тот же самый земель и я не знаю да любой вариант подойдет что-то ром еще если венга будет стоять на линии допустим делать отвода получать там спокойно экспуту камер спириту любое подключение этот герой просто реально в миде может уничтожить множество героев и вот кстати говоря сенкинга забанили как центрового чтобы тот не мешал эмберу посмотрим кого возьмут тенсии не знаю может там сложно сказать может вайпер какой-нибудь посмотрим если хотят что-то выиграть просто если у них будут проблемы на стадии ленинга а мы с тобой уже обратили внимание на прошлой карте как они ее проиграли сейчас им нужны такие более стойкие герои для начального этапа толкер забирают у нас и влджиниус с какая-то веточка в этот тенсии жесткий пик да с этим ничего не поделаешь очень жирный и очень дамажа щипик что причем на всех стадиях игры и здесь все очень классно в лид гейме все замечательно вырли гейме из night stalker который гоняет на четвертой минуте начинает делать по карте грязь мирана появляется у тенсии и сейчас будем разбираться с лайнапами и уже будем наслаждаться игрой я думаю лайнап очки здесь очевидны мирана миддл бэтрайдер оффлейн котл с бх соответственно суппорты нога сирены равен керри а у и вилджиниус чуть-чуть по-другому не так как я думал магнус у них отправится в оффлейн легионка будет керри от фира эмбер спирит сумаил соответственно тоже в миде и stalker с венжи фолл спирит суппорты но это было очевидно ну что что покомментируем посмотрим ну давай ппд играть на венжи фолл спирит магнус играет на нем юниверс сфера играет на легион команды сумаил на эмбер спирит конечно же еще и зай который сыграет на night stalker и команда tnc куку будет играть у нас на миране на баунтихантере будет играть и скорее всего так на котле у нас будет играть как какой же демон естественно да как на первой карте будет демон сама же будет играть на бэтрайдер и рейн соответственно будет играть на ноги сирене вот это сигнатурная нога юго-восточно-азиатской прям знаешь так пахнет прям мерок не хватает да или лейкл за какого-нибудь иисуса иисуса жаль за карьеру закончил игрока а miracle ты вернулся я не помню кто там подписал miracle он играл же first departure он играл давно но сейчас по моему его подписал какая-то команда профессиональная я не помню точно новость относительно недавно была может быть это в этом месяце по моему сейчас давай не просто самому интересно и не помню кто его подписал то ли в инеске то ли я честно не помню но miracle этот товарищ сейчас департшер пока еще фд да сейчас папа еще анонс я именно видел что четко начинал начинал кстати свою вообще карьеру с first departure в 2012 году отыграл там на протяжении они в сайф по моему ну скис да когда на первом идти нет он не играл а да 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 он туда чем я 2012 года он целый год играл фд потом он перешел всякий rising stars titans кисы потом опять играть до фд возродил я помню этот момент его там отыграл в четыре месяца и опять вода вернулся все о сделаю предсказание roshan kills от 2 до 2 с большим самым натворцом будет кто у нас на 8 он должен будет давай ир до 10 минуты сумаил телепорты 3 плюс нет 1 поехали разбегается у нас парнишки по карте видят видео видит баунт хантер пить баунт хантер у нас на и сталкера запалил что где-то там стоит вард сейчас будет сбивать пытаться будут сбивать а сами не поставили в арчу желез ну что найдут нет центре 1 нет мимо мимо вторым центре вот просто вот как они вот на ставят вард тупо на дефолт поставил вард и команда начинается придумать велосипед а может быть они куда-то там очень круто поставили вард и на на дефолт никто варды уже не ставят расходят команда по линиям на будет свободный такой довольно таки рун контроль это просто битвы не будет сверху заберут у нас тенции снизу заберут у нас команда и лжениус хорошего ради поставил нас баунт хантер очень хороший подвижен верхней линии а на верхней линии у нас тут будет стоять юниверс плюс магнус мой плюс най сталкер то есть и универс на магнусе плюс най сталкер зай будет помогать ему вначале как-то получать экспу бх-шечка уже бежит уже уже чикен чикен чувственно этот чикен знает что фласку будет нести у нас но пипеди думаю сбегает сбегает и сам сам принесет эту фласку так и есть да уже принес фласку все грамотно когда играешь против бумати хантера такие моменты просто должны быть на автомате дуэт пипеди очень опытный капитан он таких детских раскалывает себя не позволяет пацанов расколол фир в итоге стоит у себя на изи линии где по идее в принципе не все будет так идеально против батрайдера батрайдер надо будет гонять но фир по идее с этой задачей будет справляться сейчас чуть xp получит все будет нормально харлиния и универс плюс пока еще ищущий себя на карте зай уже и дасты есть на охоте бэмте хантеру подготовился но пока надо получить начальный бурст по экспе где-либо в четвертом минуте чтобы уже быть каким-то боеспособным товарищем а сумаил в миде эмбер спирит против наги нага в целом герой довольно противный много армора да и хп не мало ну эмбер спирит по идее по крипам отставать никак не должен на ноги конечно у куку игра профессиональных сыграно немало особенно в своем родном юго-восточно-азиатском регионе этот герой один из самых частных кого ребята берут потому что привыкли со времен его брать давних времен когда нога начинает творить грязь вот эта вот вся игра вот это и в стиле да ребята которые играют нас на таких корр ролях они любят позадрачивать таких персонажей и показать скилл да даже именно на гоморф такие агильные товарищи спектра даже реже была но на гоморф это там любители есть определенные и фирсблат делают здесь на топе убив найт сталкера но еще юниверсу достается довольно много starfall от рэйвана и демон тоже делает но еще асист помогая рэйвана сделать даблкил даже вот оно как просто даблкил а просто даблкил на пустом месте странно как двух таких героев как на сталкер который жирен как я не знаю кто и сэм на боте может погибнуть здесь очень кстати оказался победить у него он уходит при на детстве плоску он отъелся флаской придется играть баунти хантера баунти хантер пока под действием даст астан есть даст вот вот закончится но и три секунды до shadow walk почему проблема с микрофонами в каждой второй игре вижу там появляется шум статический такой насколько я знаю от игроков у них такие же наушники как у нас да да залетает очень много но там с коммутацией сложно всегда с какой бы ты скилловый не был с коммутацией всегда бывает кстати убежит тем более когда место не но она подготовлена но она все-таки является не специализированным и бывает иногда статический шум я думаю сейчас быстренько пофиксит это все должны хотя бы быстренько пофиксить возможно затянется чуть сбиваю конечно пауза как я уже не раз говорил с ритмом вчера во время игры navi мы ждали больше чем играли ну вроде как игра продолжается поехали бежал но все-таки баунти хантер закончился не удаст съел очень хорошо все fire fire отличился размена не получилось не получилось у нас размена что опять такой это опять миг что ли статик опять вот это статичные мешает игрокам хотя если честно надо я не знаю насколько сильно но это на самом деле можно и привыкнуть но видимо игроки не привыкли какому-то шуму ку-ку очень сильно проседает на миде мы ему не надеюсь боттл ей да я и боттл едет у него бэнд уже потому что он сейчас не может вообще гриппам подойти да он реально сжигает очень сильно сумаил учитывая что да армора у наги предостаточно но тот же самый флейм гвард пробивается дэмэдж имеет на магии так и чайный тоже магия так что смотрится эмберс перед миде против наги неплохо и боттл не факт что сильно поможет исправить ситуацию у нога пока имеет 13 крипов сверху плюс еще начальной на начальном этапе важно хоть что-то получить для наги чем раньше выйдет радианс наверное тем лучше я думаю что именно подобной сборке будет придерживаться ку-ку не надо какие-то другой страны на ботинки потом ману ботинки я бы не сказал что если он соберется к лейтгейму так плотненько он прям будет сильно опережать evil genius сплит гейме в лейтгейме у егэ вообще замечательные герои в том числе генкомандер который в бесконечной перспективе имеет очень много дэмэджа в бесконечной перспективе но если да если игра будет идти три часа там с лишним то там можно набить очень много пару халявных рапир то точно да но с другой стороны мы видели как тинси этой же самой нагой камбэкнули 15 тысяч голды на 15 минуте я не помню кто тогда позволил нам это сделать вот честно тогда было столько матчей что все слилось в едино в голове но они камбэкнули 15 голды на 15 минуте и нага завершила мальчик 35 реконактится у нас бутрайдер да дожидаемся его поехали сверху опять у нас убивает до магнуса демон и рейвен здесь бросаются всем чем есть это и чакрам и иллюминейт кстати говоря насчет чакра до постоянно заливая ману миране у него как раз таки с этим с монопулом есть определенные проблемы вообще пока где они должны убивать то ли ничего в принципе не часы делают не знаю как магнус можно просто так вот убить на халяву 8 армора и 8 убивают хотя монолика и нет у демона это действительно как-то ошибается и универс находясь такой позиции но не должен так делать так что у нас на меди 24 5 имбир спирит пока нога чуть-чуть приседает чуть-чуть она конечно не может биться хотя и с топориком хотя с топориком может добивать крепков хорошо сверху зайчак и трунку появляется ночь и забирает он себе как раз баунти руну но то на четвертом левеле третий уровень получил визы на четвертой минуте ошибся я вверх и на топ всех побежит сейчас нато побежит будет сохранить сейчас просто юниорском соединяю подвешенный следит эру эру мимо сейчас ответка сейчас будет ответка не будет ответки не будет ответ ки пишца под вордом у нас за и пробежал просто спокойно отойдут у нас вот с появлением монолика у котла убивать магнус и становится еще прочее это 1 монолик на самом деле не столько много маны тратит и может всегда стрельфануться лево-право спокойно от стрелу вернуться до Он тебя там не застанет Инстант Так, что у нас у Фира? Фир 25 крипов Хорошо, хорошо идет Старый мужчина Опять у нас Опять у нас продолжение Винга выходит, демон Ну да, будет минсовать его скорее Сейчас станчик от Зая И догонит Ой, куда убегает хорошую позицию Но нет, все-таки не уйдет Она идет его здесь, естественно, ППД Успел перед смертью еще маны Миране залить Но, Миран, это все хорошо Да, сыграли ребята в саппорта Забрали его, но на это потребовалась еще перетяжка от Винги Демон, сколько он отыграл, конечно, игр на этом котле Особенно в котле в оффлейне С каким-то топором Там вот это все проедал Какие-то пути себе Откуда-то у тебя волна постоянно в лицо залетала Хороший вард от Зая, кстати Позволит понимать Фиру Когда на него будут гангать Кстати, еще и просвет О, первая дуэлька Первая дуэль на пятой минуте Эй, хорошее начало А что стоит отметить? Реально, вард хорош Потому что давненько уже эфир тут находится на фрифарме И, возможно, какие-то ганги будут готовить Эмберспирит Сумейл уходит на ремонта Добыл на него сейчас Только что повесил Монолик Демон Демон, четыре стака Чейна, ПиПД рядом Задув Да уже чуть ли не под тирадим Придется нырять за этим товарищем Шесть стаков Будут ли это делать? Монолик Я думаю, вряд ли Очередной Монолик Станов демона Юниверс Да нормально он закатит сейчас демона Скорее всего, даже убьет его Ремнант оставляет Сумейл Вернется домой Отрегенится И быстро вернется обратно И по фарме он не потеряет Да, и ПиПД занимается вардами И опс Свой заодно поставил Вернулся Сумейл Фарм тот продолжает И вот файтрика 329 А эфир тем временем Все фармит и фармит Фармит и фармит Угу В какой сборке придерживаешься на регион командоре В такой ситуации, когда у тебя фрифарм? Ну, стандартные блинки И можно даже армлет собрать Потом можно Ну, возвратка точно нужна будет Скорее всего А можно без возвратки поиграть Ну, армлет Ну, то, что блинкдаггер здесь must have Это 100% Армлет блинк Самый стандартный, наверное Который для легионки Да Причем, наверное, сначала армлет Потом блинкдаггер Ну, можно армлет Потом блинкдаггер Ну, как по ситуации Да, по ситуации Армор ему нужен И жирность Потому что вот эта инициация Герой сам-то по себе Такой средней плотности Ну, плотниться не помешает Тем более, когда Действительно можешь агрессировать И нырять куда угодно Сумайл тем временем Забирает у нас Баунтхантера Добегался у нас Молодой человек С дастом пришел Зай И забрали его моментально Этого нежного персонажа Там БХ пока БХ тебя на карте Заметь Вообще никак Не может Ничего не сделал Ничего вообще не делает У него три крипа Бегает просто так бесполезно Никого Не может он убить Я тебе рассказывал Что это за фигня Какая Вот этот звонок Ага Это когда ты покупаешь Сим-карту В Америке Тебе звонят со всех штатов Потому что когда-то Этот номер кому-то принадлежал Великолепно Классно, да? Восемь утра Нападение на Юниверс Такое Эра у мимо Фир уже здесь находится Правда И еще сейчас на демоне Бой дуэль Это минус демоны Это выигранная дуэль Для Фира Двадцать Треста вторая победа Самоил сверху подбирает У нас баунтируно Как дела у Кукута вообще? Что у него там вообще имеется? Имеется у него 800 голды Сейчас ты скорее всего Будут купать мана ботиночки Чтобы поразить Чтобы ускорить свой фарм Потом наверное будет делать выход Ну соответственно в Радик И там уже по накатанной Ну смейл теперь она будет пока пофармит Заменяет он здесь Не хочет мана ботинки Покупать у нас на госсирену Не хочет? Не хочет Ну хочет Но не может Значит Ждем Будет фармить лес Дальше ку-ку Радианс Ты купил талон Все в лесах будет сидеть парень Ну да Ну не хочет ДД льюзать Чтобы быстрее подфармить На черный день Неа Заюзал ДД Заюзал ДД Чтобы быстрее убить эту пачку Чтоб новый появился Чтоб не заблочить сам себя Да Есть в этом резон Демон и Эйю Пятый левел котел Но в принципе он на линию себя Хоть какой-то экспу действительно получал Вот Баунти Хантер Чвертый левел До треков пока еще далековато Думаю что книжкой на 10 минуте ему будет очень кстати Он наверное ее себе возьмет А вот Бэтрайдер пока Все так же пока Кстати вот Бэтрайдер тоже через драмы Потом Блинк Даггер Зай в лесу находит Приходит Юниверс Нырнуть за Зайем не получится А тот еще и в ответ дает просвет Где забирают Баунти Хантера И Юниверс забирает спокойно этот килл Да Поправляется В ситуацию уже Юниверс Юниверс С Талоном тоже будет еще и леса подфармливать Блинк Даггер я думаю что ему необходим На топе Кфер атакует вышку Да выходит у нас Легионочка потихонечку в Армлет Как раз таки Там Армлет Даггер Будет Ты хочешь садовать Хантер Он отбежит Без проблем Подставляться тут не станет Хотя если вы поймете Что Бхатов дерзит Можно будет на него выйти В принципе Ну он может погрызаться на самом деле Единственное что у него с собой никакого просвета нет Но и его тоже забрать будет не так просто У него еще с собой имеется рейндроп Скулдаунов 5 секунд В принципе какие то нюки Можно будет поглощать Да там очень жестко на самом деле Да жестко эти факты И праза так да Книжка рейндропчик Хантеру Баунти Хантерс книжка получил А он еще пока в стэшен А ну на 6 левел по идее Должен будет получить вскоре Сейчас пару крипов здесь Плюс 425 XP от книжки Треки должны появляться Сумайл первое место на карте Занимает по нетворцу Это 1700 монет Я думаю что Чего уж там таить Магнус пока Еще одна дуэль выиграна сверху И опять на Баланс Хантере Три дуэли выиграны 30 дамажа И все они были сорваны с БХ Ну как жестко да А нет вру Два с БХ Один с котла Да 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 Все верно Выход у нас в мисс Как раз Юниверс Можно подзабрать Молодой человек Онлайн шедоу Юниверс уже отступает Понимая всю ситуацию Ребята как-то Бесперспективно смотрятся Тем более что Юниверс Отсюда просто сделал Тэп аут Я уже думал какую-то поддержку Мы смогут в тиммейте обеспечить Так она и не нужна Если бы тэп аута не было бы Его скорее всего убили бы здесь Да А так он просто идеально Прочитал игру сейчас И а вот посмотрим Как Тинси у нас Прочитает игру Потому что ЕГЭ у нас сейчас Сами забегают в чужой лес Под смоком Ну Нага с иллюзиями Тут исключительно фармит Ребята выходят в мидл Ставят центри Баунти Хантера Чтобы в будущем Еще здесь контролировать Но никого не находит На бот возвращается Фир Здесь также имеется Сэм Который в лесах стоит Рейван Восьмой почти девятый левел Ну-ка Будут ли ТПшечки еще Ну вообще должны Либо там пешком можно будет добежать Да не не Вот они просто перемещаются У нас сталкер Перемещают сюда венчфол спирит Я думаю плюс одно ТП Я думаю что Эмбер спириту Который уже есть Терторола Батрайдер Который так далеко зашел Может быть его как-то Грызануть Ибо Зай вместе с ППД выгоняет С линии Рейвена Выгонит демона Возможно даже его Чуплять будут Сейчас ночь Поэтому Найт сталкер Там вообще ему весело Он его скорее всего Просто за пару ударов убьет К тому же и вовремя Еще подоспеливать иммейт И ППД кстати говоря Помогает ему Фир Возможно Батрайдер даже Нырнет чуть дальше чем нужно И тем самым Будет наказан Командой Вилджиниуса С ППД все еще жив И выигранная ли дуэль Нет Чуть-чуть не хватило Фиру Но уже приходит Сумаил И расправиться с Рейвеном Не представляет труда Да Да У нас стоит конечно Забрать Найт сталкера Три в один Ну это такие Минимальные потери И еще минус Тауэр Вот это будет Еще неприятные потери БХ там пробежался По центре Заметили его Вот тут вот Как раз таки Был он Типа якобы он в спину заходит И ППД нужно задуматься Что мол тут БХ Может тебя чиркнуть Мне кажется Легионка в Шадоу Блейд Повернет Кинет ли он Не успел кинуть Эрикен А Легионка Да у Легионки Есть Армлет В принципе Что ей сделает Давайте посмотрим Что ей сделает Да нет Ничего не убьют Она сейчас на развороте Сама убьет Кого угодно Все там Подоспел еще Зай Так что все нормально Да Гусирен еще сюда Зачем ты телепортнул Ну что ж Графики можно Наверное стоит уже Посмотреть 12 минут с лишним прошло 3000 с плюс Мой Вилджиниус Стадия лейнинга Не так уж и сильно Была проиграна Командой Тиньси В этот раз Разве что проиграли Они довольно существенную драку И сейчас тем самым Дали преимущество С оппоненту Но в целом Пока смотрится неплохо Что Нага Который уже имеет 3700 По деньгам Но Наги почти Релик Да Это почти Сокерт Релик А это значит Что и не за горами Радианс Возвращается Сумаил У него мы как раз Видели довольно Большую сумму денег Отчасти уже потратил На тревела Часть еще потратит Может быть Ну я даже не знаю Может линька Все таки ты против Бэтрайдера играешь Ну Первым не будет Собирать точно Значит бф Да это батлфюри будет 100% Потом уже дальше Какие то можно Линькин сферы собирать Ранее линька А что она делает Да ничего Демыш не дает Только Только статы Но ему Нужны Но не первым Точно приоритет Лучше лишний раз Умереть Но больше нафармить Все пошел Раздавать уже Потихонечку У нас импауэр Магнусом И легионки дает И эмбер спириту Тоже может Вписывать этот импауэр Под батлфюри Просто Вот из первого Батлфюри соберет И уже будет Четвертым пауэр Там столько Демыша будет Залетать Да Очень много Бамантихантер Сентрит пепеди Он заметил Как бамантихантер Пришел сюда Поставил обс Дело свап О какой обс И свап в ответ Ну это прям супер Сейчас играл пепеди Да Отыграл он просто Отлично Блинк даггера Взял себе Эмбер спирит Мы не угадали Опять Илджиниус Начинают у нас Просто за здравие Давид Выгранное Выгранное Начало Хорошее преимущество Уже по денежкам По По экспе Да Смоу готовит Тинси Зай Стрела Прилетает Тому в спину Тиммейтов Рядом Неподалеку Магнус даггером Это будет прыжок Вот такой вот прыжок Будет Очень много Демоджи Получил Рейван Батрайдер Вряд ли куда денется Разве что Перед смертью Пытается забрать Зай Но Зай Выживает 12 кп Нет Умер Все таки Умирает Догорел он От напалма Батрайдер Умирает И умирает Керри Команды От Тинси Умирает У нас еще Мирана Ой как больно Ой как больно Да Больно 13.5 15 минута Одного Найт сталкера Так вот Даже они С трудом забрали Но Тем временем У ноги Уже вот 150 голды До Рецепта Заберут эту вышку Получит Рейденс Куку Да Рейденс Надо телепортироваться Сюда Надо телепортироваться Сталкер Телепортируется Ну Под слип Можно уходить Спокойно Я думаю Нага не будет Ходить Тут еще Чуть Под фармит Я думаю Кражеские Леса Вот она Стоит Здесь Чуть Сколько Хватает Медикамад И вот Женес Сотступила Голды Не хватает Это Наги Вот Тауэр Злина И как раз Под этот Тауэр Можно Радик Все Собрать Спокойно Тут еще Котел Издевается Над Заем Дает Найтмэр Он Испугался Видно Что Зай Пытался Бежать Испугался Что здесь Не только Котел А ведь Так оно И есть Сумайл Приходит Сюда Неплохо Чайной Продамаживает И отступает На ремнанта Приходит Зай Нюгда Демона Сверху Еще и Венга Достала Туда До него Террорка И урну Он провесил Так что Шансов Котла Было Мало Просто На дистанцию Забрали Варда Успел Купить Там Джимми И 400 голды За него Отвесило По этой линии Могут прогуляться Немножко Волджиниус Фир Уже 2500 сверх Помимо Блингдаггера Армалета Не знаю Shadow Blade Еще может Собрать себя Да Инициации Вполне Себе Име Ну Может не Shadow Blade Может не Shadow Blade Может какая-нибудь Возвратка Возвратку Или молнии Собрать Чтоб На перспективу Отпушивать Как раз На всякую ногу Сирену Или Быстрее Спит Пуш Да Неплохо Смотрится Может А может И нет Может какой-то Дизоль Соберет Себе Возвратку Просто Если бы он Собрал Он бы Уже Собрал Дизоль Вот мне нравится Вариант В сочетании С Эмбером На будущее Учитывая Некоторые Особенности Персонажей Ну да Можно Ну посмотрим Выбор игрока В первую очередь Выбор игрока Ну что Нага С котлом Нага с котлом Это жесткая тема Сейчас могут Все линии Просто так Сплит пушить Крипс кипить Что Иг С базой Не выйдут Но пока Этим не пахнет Пока до этого Еще не дошло Мы не видим Пока грязи от TNC Вроде бы Просто играют Формятся Держатся на своей половине Фрагов сделали За игру Не так много Более-менее Пассивная игра Игра на Нагу БХ забирает Баунти Трек киллов Да Что трек киллы Кстати говоря Оу-ой-ой Вот о чем Кстати говоря Баунти Хантер Могли поймать Даст ли Если что имеется Это выигранная Дойка для Фира В который раз Баунти Хантер Выступает Вот этой Грушей для битья 44 демеджи уже По демпаверам Это вообще жестоко Это очень жестоко По демпаверам Ультимейтор В легионке Следовательно Делаем выбор В пользу Линкин сферы По сейвовому На перспективу Я бы наш сказал Не так уж плохо Смотрят Стоты Дает Дает возможность Тоже Быть Чуть более Агрессивным Ну да Вот это будет Тут линка Правильно На легионе Собрать Батрейдер Чем на Эмберс Персикам Но это Второй линке Не будет Да Это Естественно Баттлфюри С Баттлфюри Реально Поприятней Неужели тут В атаку Пока вряд ли Будут идти ТНС У них Блинкдаггер На Бэтрайдере Да фактически Пока еще Никак Не реализовали Треккиллов Б побольше Делать На Бунтихантер Реально Пока чувствует Себя бесполезным Куском На карте Потому что Команда его Не собирается Делать киллы Старается Больше пассивно Держаться Формить свой лес В любом случае Чем занимается Куку и Бунтихантер Здесь в таком случае Реально не смотрится Не к месту Потому что Если будут нападать Команда Вилджиниус Он не является Сейв-саппортом Который бы Действительно Если существовал бы Просто так Имел бы смысл Бунтихантер Хорош Когда реально Ты убиваешь Нападаешь Для Тинси Пока это Просто пока Бесполезный Герой на карте Найтсталкер Дает Найтмерзай И Просвет И Бунтихантер Я бы сказал Не то что Он бесполезен Но он Пользу Приносит Для Эвилджиниуса Он пользу Приносит Да Для Эг Не для своей команды Так для кого 07 просто 07-8 Играет 8 Крипов добито Он ничего не делает Вообще Он бегает Не то что Как Вард Он бегает Как Фит Вард Покемон И все И уловит Зай Под инвизом Рейван Очень опасный Юниверс Здравствуй А почему Ты фир Не повесил Сайл Подумал Что Ну Пришлось С ним Больше Позаморачиваться И вот Лайк Уже Имеет Фир Вот Лайк Эфир 21 Минута Год Лайк Минус Тавр 58 Атаки Только Какая-то Однокалиточная Игра Получается У нас Пока Да Ну В принципе На предыдущей карте Игра была тоже Однокалиточная Пока У нас И Вилджиниус Не пошли на Рошана И не фиданули Не совершили Такую глобальную ошибку И в миде Еще мы видим Нападение Батрайдера Лассо Дуэль Кидает на него Фир Дуэль В итоге Открывает Здесь продолжает Сплит Пушить 72 Дамы же уже Леканки Да Не хил Так Идут плавника На топ Как раз К Тир-2 Тауру Забирает Будут забирать Пятый внешний Тавурочек Нага пока Ничего не может Делать Не может Он еще Артефакты Все набрать По идее Она Для нее Рейденса Реально Это просто Старт Ну А тут Когда Очень быстро Приезжали К базе И нужно Как-то Бегать Ты не можешь Зайти Просто Так Свой лес Зафармить Его весь Все Нужно Идти Там Во вражеские Лес Искать Безопасные Точки Там Стоянно Давид Видно Что И поэтому Фар Уменьшается Имели бы Чуть больше Пуш Потенциал Егэ Они бы Давно Уже Без вышек Оставили Тинси Так То У них В целом Неплохой Но Легион Командор Там Больше Чест Демнер Будет Вносить По вышкам Магнит Может Что-то Но Пока Это Не Эмбер Спирит Не Ну С пятой Тауэр И что И на Рампу Айда Посмотреть Что Там Попробовать Хотя Ну Там На самом Деле Если Сейчас Открыта Эмбер Спирит Вот Сколько Там Четвертый Пауэр Четвертый Пауэр Он Под Баттл Фьюри Он Сейчас Еще Включит Аркану Руну Который Не Вбаттле Валяется То Он Это Будет Делать Очень Быстро И Просто Четы Там Не Стереть Может Пару Быстрень Когда Заливает Крипов Треть Демон Даже Не Перспектив Сделать Сейчас Все То Ж Самое Дождаться Линки Сумаил Стрела Вкрипа Очень опасно Было И В очередной Раз Сумаил Сейчас По идее Там Фестами Должен Промахнул Справа Тут Фестами Чуть Более Выгодной Позиции Заняли Игроки Тенсии Сбили Нку Вновь Феру Все Сюда Пришли Тут Котал На самом Нужно Отойти Пойдите Дальше Фармить У вас Все Хорошо Чего Опираться В хегета Так Я на 25 Минуте Поставил По Нетворцу Что Легион Кабы На первом месте Надо Тихо Тихо Стой На базе А я Магнус Поставил Что Будет Больше Всего Фрага Да Ладно Ага Но Флейн Стоял Да У Него Больше Всего Фрага Больше Фрага Я Эмбер Ставил Но Это Фортануло Ему Конечно Но На 25 Минуте У нас Я оставил Что Будет Все Таки Сумаил Героем На нем Реально Хорошо Исполняет У него 306 Он Ни разу Не умер И 10 01 Да Да Все Вопросов Нет 10 01 Не ждал Я такой Легион Командеры Вот Может Переворот И Хороший Реверс Полярити Восполнение От Юниверса Правда Бластом Там По идее Еще Котел Но Он Никак Сейчас Хотят Забрать Хотя Подвал Третьей Уровень Волна Сейчас Залетит Он Блинкаут Еще Шок Вейвом Накатывает На Демона И Ремнант Здесь Ну Не Убьет Конечно Просто В одну Калитку Минус 4 Да Типа Красненькие Все Но Нет Нага Улетает На Топ Будет Продолжать Формить Нет Ну Почти Но Нет 16 Уровень У нас На 25 Минуте Раз Команды Сравнить Прям Плакать Хочется Фир Здесь Последнюю Вышку Уже Вынесет Собирается Кирасу У него Там Кираса На Подходе Буквально Остается Там После Этого Таура Там 500 Голды На Аганим Будет У Зая Уже Фактически Готов У него Чуть Остается Подформить Он Этим Занимается Уже Но Уже Рецепт Кирас Как Отметил Тут Рецепт Манта Ставил Куку Появится Манта Не сильно Это поправит Такт Положение Команды Тинзи Они сделали Все еще 5 Все еще Цифр 5 На табло Они не сделали Ни одного Фрага За последнее А у тебя Четвертый Правильно Предикшен Не Не Я Я Даже Там Не Прочитал Что Концер Байстан У меня Ты сколько Выбрал Один Один Я тоже Выбрал Один Ты выбрал Два И проиграл А Выбрал Два А Результ Один Да Ну Сорян Я думал Что все Таки Побольше Будет Кевинга Бх Такое Дело Случая На самом Деле Так И Что Дальше Жалко Смотреть На Такого Бомбати Хантера 81 Это Крепстат 080 Это Когда 23.5 26 Минута Не знаю Тинси Вообще Никакую Доту Не показывают Их ЕГЭ По всем Аспектам Просто Съедают Уже Вторую Уберу Подряд Вроде Вроде Показывали Вчера Классную Доту Месили Там Вчера Среднячок Мы с тобой Сошлись В том Что это Был Среднячок Ну да Уг Они Залили 0-2 Нави Сыграли 1-1 И Escape Gaming Это Такой Среднячок Но знаешь Но все таки Эвл Geniuses Мы сошлись Во мнении В том Что это Сейчас Одна из лучших Команд По Результатам И по Качеству Игры Они Очень Качественно Отоигрывают И под Любую Ситуацию Подстраиваются Там Где Надо Темп Игры Сбавить Сбавляем Подфармим Не рискуем Могут Ошибаться И ошибались Но пока Эти ошибки Не привели К какому-то Там Серьезному Поражению Против Кого-либо Но все Команды У нас Проигрывали Ими Ну Нет такой Команды Которая Бы имела Результат Он Ли 2-0 1-1 Есть у Любой Команды В группе Опять Опять ЕГЭ Играют Свою Вот эту Доту Они Какое-то Агрессивное Начало А потом Они Не Всправляют Они Не идут Не лезут Они Не хотят Фидить Они Нам нужны Ключевые Артефакты Чтоб Закончить Эту игру У нас Очень крутой Старт У нас Очень крутой На 14 тысяч По золоту И там 20 с лишним Уже По И они Не хотят Заканчивать Этим Они хотят Именно Заканчивать Ту массу Которую По щелчку Да Заканчивать Им придется На хайграунде Сделать Это Рискованно Сделать Это Сейчас Они Не факт Что Могут Ему летит Да И далос И он Сейчас Мне кажется Сейчас Котл 840 Хп Он умрет Ну и скрип Пропрет Он умрет Скрип Вот именно Что он умрет Бомтихантер Умрет Бх Умрет Да И Полусмерть Там Один крит Просто нужно Чтоб вылетел По кому-то Из двух Парней Да Он сейчас Здесь Подключит ДД Там Все Там Сразу Смерть Моментально Хороший Шанс Левел Дженюс Посмотрим Утас Блинкдаггер Как раз И позволит Эмберспириту Прыгнуть За вышку Надо Заходить Заходить Легионки Просто Подкираса Доломать Тауэр Сейчас На Глиф Развели Все Самайл Давай Давай Потихонечку Фисты Через Две Секунды Ну Сходи Доломай Доломай Эфир Надо Ломать Сейчас Зайдешь Зайди Доломай Боишься Да Не Не Сбили Ленку Сейчас Может Чуть Боится Монолик И вот Ансумаил Не было крыто Не было крыто Кател Жив Но Тут Его Вывозят Наски Универс Минус Скотл Ой Это же Сейчас Еще Будет Это Не Конец Сейчас Еще Кто Слип Азумаил Фуловой Будут Фисты Это Сейчас Ты Соберешься Здесь Сейчас Кучу Соберешь Утес Баттлфьюри Подым Пауэром Как Щелкит Смотри Давай Нет Все Рэймону Досталось Баунтхантер Досталось Да Забрали Легион Командера Но Вся Команды Тинниси Почти В таверне Вся Байбэк Есть Баунтхантер Баунтхантер Толку нет Байбэк Сейчас Опять Умрет Просто Очередной Раз Заберут Бараки Сумаил Вместе Сумаил Сумаил Выходился Все Хорали Мишн Комплиты Потеряли Легион Куда потеряли Магнуса Но Барак Упал Тауэр Упал Барак Упал Они В большом Плюсе Не Прокнуло Пару Раз На криты Да Критов Было Мало Но Это Ничего Страшного Задача Выполнена И у Него После того Как он Купил Дэйдал Буквально Недавно Он его Привез До того Как они На рампу Заходили Уже Сверху Имеется 2 800 Да Сейчас Может У него Будет Сочетать Двойной Баттлфюри И 2 Дэйдаллс Это Очень больно Даггер А Куку Ошибается Магнус Пришел Не Жалеет Реверс Полярти Куку Сирну Отойдет Но Они Знали Что У него Не будет Слипа И стали На него Нападать Эмер Чайна Демон Здесь Риколил Еще Рэйвана Умер Чуть Не Подставил Су Патму Еще На Травелах Сумаэл Отправляется На топ Лейн Будет Ее Давить Там Все Один Барак Достается В принципе Его можно На него И забить И идти По другой Линии Сумаэл Решил Туда Вернуться Чуть Подпушить Ее И Рошана Само собой Переключается Командой Вилджинюс Вариант Неплохой Командой ТНС В меньшинстве Тебе есть Чем его Забрать Вообще Это уже Довольно Сильная Команда Еге А Еге Своим В прошлый раз Не хватило С большим Шансом Они должны Сломать Линию Но Нага Все Крипс Кипит Все Пытается Отфармить 5000 Денег Очевидно ТНС Реально До конца Играют В любой Ситуации Помиду У нас Явил Женюс Да Будет Собирать Второй Доволос Имперспир Или Рапиру Сумаэл Давай Именно Кофен Сделай Гроб Для ТНС Собир Рапиру Покажи Как это Нужно Да Это Ты Как-то Чересчур Почему Чересчур Жестко Как по мне А в чем Проблема Заход На топ У нас От ЭГ Взбивает Линку Но Там Есть А вот Он Туда Пришел Правда Критов Опять Не было Ушел На Один Крит Нужен Почему Его Нет Так Бо Сейчас Убил Котла И не было Было Этих Задумок Все Было 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 Прочее Ну Я Думаю Барак Это Нужно Золомывать Раз Пришли Туда Тричок Пока Медия Пока Батрайдер Медия Нечего Опасаться Очень Быстро На Райд Клик Заходишь Ломаешь Сбили Винку Айгис Все Еще Остается Ну Таким Пресс-атак Развали Быстренько Барак Прошел Найтмэр Айгис Без Пресс-атак Ну а я на Медл Попробовать Так Срела Мимо На Медиа Крипов Отпушили Но сверху Барак Упал Милишный Это Плюс Ну Время Есть На самом Деле Можно Никуда Не торопиться С момента Тому Как Подняли Айгис Прошло Всего Полторы Минуты Чуть 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 Побольше Оеге Ситуацию Держат Они Под Контролем По Байбекам Ситуация Такова Байбек Имеет Разве Что Только Нага Да И Все Это Все Все Игроки Имеющиеся Байбек Утенсии На Медл Не захотят Уходить Опять Продолжает Фармить Мкб Появляется Все Таки Уембер Спирита Наверное Ну Против Радика Чтоб Точно Попадать Уже По Наге Сирене Чтоб Небо Не проходили Эти Мясы Хоть Там И Процент 17 Но Все Равно Он Обратил Внимание Как Он Концентировал Внимание На Иллюзиях Которые Давали Рейдинс Которые Давали Те Самые Мясы Он Реально Прямо Гнобил Убивал Не Давало Выйти С Хай Граунда Так Многие Могли Мим Пропустить Но Нет Он Реально Гнобил И Бэтрайдер Здесь Мышевсадник Думаю Что Им Заинтересуются Но Это Довольно Весьма Опасно Пепеди Уже Что То Знает Мимо Головой Павел Ну Ладно Очевидно Лез Сломан Бэтрайдер Крыпский Будет Он Ждет Пока Он Не Откроется Firefly Демон Видимо Тоже Здесь Хотел Заниматься Сейчас Телепорт Просвет Свап Или Что Небудь Ну Это Было Очень Близко Да Если Он Сейчас Встрял А у Него С Байбеком Что А у Него Байбека Нету Очень Печально И Уже Заход На Highground Фир Вновь Начинает Бить Вышку Демон Просто Моментально Умирает Как Это Было Сейчас Идеально Сумаил Да И Не Умер Там Умер Здесь Стрела Летит Мимо Сумаил Просто Держит На Расстоянии Пестами Фиру Наплевать У него Все Еще Аегис Бомбати Хантер Чуть И Домой Не Отправился Не Стал Давайте Ревис Полярти Юниверс Отменил Его Испугал Минус Один Барак Минус Второй Барак Стрела Фира Приходит Рэйма Дает Старшторм Приходит Бомбати Хантер Дает Фирикен Чуть Чувствует Фир Только Выбили Оегис Надо Помогать Сейчас Как-то Отхиливаться Ой-ой-ой-ой-ой Своил И свап И реверс Полярити Просто Похоронный Дуэлик Там Была Раскастована Сейчас Сумаил Делает Ипал Фир Получает Стрелу Минус Линка Фир Могибнуть Да Больно Естественно Когда Один Остаешься Но Вернул Судар Сейчас Накрутил Это Неконец Еще разочек Еще разочек Пожалуйста И Испепеди Тут уже разбирается С остатками команды Рэйвен Стрела Ой Как неприятно Красиво Как он это сделал Сейчас Кстати Он забрал Очень много денег Себе Собрал сразу Линку Еще 1700 У него сверху И в Баунти Хантера Там просто 3300 Сразу Это все Под треками Киллы были Но Нагасиро Умерло Да И линия Вторая упала Я думаю Что здесь Civil Genius Несмотря Ни на что Все равно Остались в плюсе На Чуть отыграли Но вообще Преимущество А была бы рапира Была бы рапира Да он бы просто Их вынес Он бы За два щелчка Всех убил Может быть Мы не любят рисковать Чего бы нам хотелось Редко мы видим Чего хотим Рапирос Сейчас опять Захалдятся Захалдятся До следующего Рошана Опять Это эти заходы Опять Тут чуть-чуть Под фит По графикам Там тысяч Наверное Пять отыграли Где-то Наверное За эту драку Но это Очень мало Потому что Уже там Тридцать и Двадцать Тридцать и Двадцать тысяч По золоту И тридцать тысяч По хп Было преимущество Конечно Она очень Огромная Можно еще Пару раз Откуда Отдастся и И только Потом График Пойдет У нас К нулю Так Может все-таки Это камбэк Будет с нагой Тяжело Представить Если честно Хотя Амирана Действительно Подзаработала Неплохо Но не думаю Что ее будет Достаточно Две линии Друг напротив Друга стоящие Отсутствует Утенции Отпушивать Их конечно Наги Можно И держать Реально За счет Наги Можно Поддержаться У нас уже Противно На самом деле Становится Собирается Артефактики Уже Там и Октарин Готов Монтар Радик Тревел Смог Дает Эвл Неужели Мы не будем Ждать До следующего Рошана Хотят Здесь Сейчас Закончить Зато Долго Долго Эмберс Все БКВ Собрал Под Секих Вот Таких Стрел Можно Было Уворачивать Спокойно Фир На готове Мог бы даже Ну на хагрант уже ППД поставил Вард Хочет свапнуть Кого-то Просто Моментально Сделать Килл на нем Фраг Любой Да Потому что Реально Он понимает Что Так как Команды Тинси Не уходит С базы Так что Суппортов У них Скорее всего Нет денег На байбайки Потому что Нигде не фармили И Реверс Полярти Великолепный В исполнении Реверса Туда Конечно Заливается Фистэйт Чуть поиграть Еще Может По времени Но мы Видим Как Под БКБ Сам Нету Байбайки С трех Этих Персонажи Это будет 100% Мега Крепы Я думаю Что Поздравляем Мы команду Evil Geniuses То что Они Эту серию Заканчивают 2-0 Укрепляет Своё преимущество В группе В группе А Да и более того Порадовали Своих фанатов Порадовали Нас С тобой И Доказали Еще раз Что они Играют Стабильно Мы видим Плюс 375 Там Атаки Подавлю Да 104 Дамага Зая Убили Фир Что-то Не хотят ГГ писать Но чувствую Сейчас Разъяснится Моил Что к чему Нарез висит Сейчас Сэм Пауэр Разочек Щелканет Вот сейчас Вот Нет Чуть не пробил Нагу Да Фир Мог погибнуть Слип А вот А вот А вот А вот Сумаил Как ты Не умираешь Тут 20 армора Твоих противных Нет Все-таки пойдет И И Крит Но под конец Он должен вылететь От Крит Сам играет Но напишите Байбэк Наги Не хотят ГГ писать Хотят Выжить все От своего участия На интернешнале Но они на этом Не заканчивают Ведь свое участие Нет Я именно Каждую игру Каждую карту Насладиться Каждым моментом Может быть Ну для Тинси На самом деле Это действительно Я бы на их месте Поступил бы Так Сколько Насколько Они чумпов Не доезжали Были на грани Отборов На всяких разных Насколько Нечимпов Не доезжали Думаю Они просто Сейчас в удовольствии Сидят Хоть и проигрывают С кем они играют С бывшими Чемпионами мира С настоящими С действием Которые приехали Сюда защищать Свой титул Да Именно так Что-то я Говорился В рамках интернешнл Конечно же Анимейджеров Будут биться Будут биться Будут стараться Сейчас через эту Нагу Что-либо Сделать Как-то Но Нага Тоже не тот герой Что на прошлой карте Не было героя Который может Все это отпушить И что здесь Нага тоже Не отпушивает Мега крипов Не отпушивает Именно мега крипов Да А вот Путь какой-то другой Реально Герой подходящий Увы Против двух Линии Когда вот Друг напротив друга Стоит И просто идут Сильные крипов Это фигня Балантихандр Сейчас очень большую Ошибку сделал Он взял Застакал пару пачек Мега крипов Пару пачек Мега крипов Вот смотри Он сейчас третью Застакает Сейчас начнется драка И вот это вот все Вот это все Вот просто придет И сверху снесет за раз Я не знаю Зачем он стакает Ну давай-давай Парики води Ну вот зачем ты это делаешь Что он просто Он отводит Типа крипов Но когда это все придет Вот я бы на месте Вилджиниус Просто по этой линии Пошел бы Ну псы какая там Сейчас орау придет Он что дурачок Что совсем Ну и еще умер еще Молодец красавчик Велплейт Велплейт И теперь лови Вот это все Крипы просто По короткому пути идут Да Он говорит Мы сразу на трон Просто такая пачка На там те временем Боевает над сталкера На боте Небольшая драка была Тут уже артефакты Просто радианс Что это такое тут Валяется Я даже не знаю Чье это Форстав Драм А это Это под райдера Зачем он сделал Непонятно Ладно Идут у нас походу ЕГЭ Все таки на рампу И крипы идут тоже Крипы тоже идут Марширует плотным строем Блинкдаггер Просто все это валяется Там уже реверс полярити Магнус Ну да Магнус Чтобы номерану Хотя бы забрать Да Минус ревен У ревена нет байбека Слип Ку-ку Фир Просто набрасывает У него дуэли Уничтожает Его стирает Порошок Как и всю команду ТНС Стерли Он под эмпауэром Просто считай С батлфюри И вот эта пачка крипов Как раз вовремя дошла Трон падает У команды ТНС И мы Поздравляем с победой Эволджиниус С этой стабильной Хорошей игрой Ребята Молодцы Замечательно исполняют ТНС Местами бывает Хорошо Но стабильности маловато В их игре Но сейчас Хотя бы Более-менее Ролигейм у них удался Но увы Это не залог победы Да Ну что Следующий матч у нас будет На этом стриме Какой? Сейчас узнаем Я просто на этом с вами прощаюсь Меня заменят здесь На мостике Жотом Как раз составит компанию Антону Мобстру Мы будем уходить на Думаю Небольшую паузу А может она будет